Привет, друзья, с вами Джин Лав и в этом видео мы сделаем обзор наших записей, то как их выводить и также обзор страницы, то есть как выводить наши страницы, более уже подробно. Далее мы сразу сейчас произведем небольшие настройки по сайту. Итак, сначала мы начнем с расстроек, потом сделаем обзор записей, а потом сделаем обзор всей нашей панели управления более подробно, что для чего и так далее. Итак, поехали, сделаем небольшие настройки. Зайдем в панель управления нашим сайтом, далее нажимаете, а точнее наводите на настройки, потом нажимаете на написание и опускаетесь вниз. И смотрите, здесь есть такая вот надпись «Сервисы и обновления». И здесь такая стоит одна ссылочка. Что вам сейчас нужно сделать? Вам сейчас нужно перейти по этому сайту http//plusgene.com, либо просто забейте в интернете plusgene.com. Сейчас эту ссылку скопирую, сверну и перейду на этот сайт. Открою на его вкладку, вставлю, перейду на этот сайт. Итак, смотрите, сайт открывается и далее делаем следующее. Нажимаем «Поддержка по видеокурсу» и далее вы здесь видите надпись «Настройка пинг-сервисов». Нажимаете сюда и ниже картинки вы видите какие-то здесь ссылочки. Вам нужно сейчас эти ссылки выделить и скопировать. То есть, зажимаете левую кнопку мыши, выделяете эти ссылочки, нажимаете правую кнопку мыши, нажимаете «Копировать». Скопировали. Теперь возвращаетесь на свой сайт в панель управления и вот сюда вот, сюда берете и вставляете эти пинг-сервисы. Предварительно можно эту рамку растянуть, чтобы было это более наглядно и удобно. Вот сюда зажимаем и растягиваем. Теперь нажимаем сюда и нажимаем «Вставить». Сейчас я объясню, для чего это нужно. Смотрите, когда вы публикуете любые записи и что-то выкладываете на своем сайте, новый какой-то контент, что-то новое, вот эти вот пинг-сервисы уведомляют интернет-браузеры, что вы выложили что-то новое. И это помогает всем этим интернет-браузерам, интернету находить ваш сайт. То есть, он будет быстрее находиться в поисковых системах. Дальше, когда мы все это вставили, мы нажимаем «Сохранить изменения». Смотрите, должно вставиться так. Одна ссылка в одной строчке. То есть, каждая новая ссылка должна начинаться с новой строчки, с HTTP, и одна ссылочка должна здесь быть. Итак, вставили, далее нажали «Сохранить изменения». Все, основное это мы все сделали. Теперь давайте вернемся на консоль. Нажмем на консоль, обновимся, и дальше мы разберем наши записи и страницы. Нажмем на «Добавить запись» и нажмем на «Запись». Смотрите, перед тем, как создавать любую запись, либо страницу, и когда мы прописываем название, например, «Как посадить дерево», да, кликая куда-нибудь вот сюда, сразу на это название, на эту запись создается ссылка. То же самое происходит, когда мы создаем страницу. Смотрите, сразу создалась ссылка. Эту ссылку мы также можем отредактировать и изменить. Следующим образом, назав на кнопочку «Изменить», мы здесь можем что-то поменять, стереть, поставить свои какие-то буковки и так далее. Потом нажав «Ок». Далее, смотрите, как наполнять контентом, я вам уже показывал, да, работа с картинками, с текстом, и как вставлять ссылки и так далее. Теперь мы перейдем к другим вещам. Мы перейдем вот сюда. Сейчас мы видим такую колоночку. И здесь написано «Статус черновик». Что это означает? Это означает, что наша запись сейчас является черновиком. И эту запись на нашем сайте никто не видит, ни один посетитель нашего сайта. Далее, «Видимость». Что означает «Открыто»? То есть, если мы нажмем «Опубликовать», эту запись будут сразу все видеть, после того, как мы ее опубликуем. Далее, следующее. «Опубликовать сразу». Что это означает? То есть, когда мы нажмем «Опубликовать», эта запись сразу опубликуется. Давайте теперь разберем конкретно каждый. Смотрите, после того, как запись опубликуется, у ней поменяется статус черновика, на новый статус опубликовано. Также можно эти статусы менять здесь, нажав «Изменить» и выбрать статус на «Отверждение» либо «Черновик». Далее, смотрите, «Видимость». Что означает «Видимость»? Это означает, что она будет видна всем. Мы можем нажать «Изменить» и здесь выбрать, как она будет видна. Смотрите, если мы нажмем «Опубликовать» сейчас, и стоит у нас галочка «Открыто», то эта запись будет видна сразу всем посетителям нашего сайта. Если мы поставим галочку «Личное», то тогда эту запись никто не увидит, кроме нас, то есть кроме администраторов сайта. Дальше, есть надпись такая «Защищено паролем». Вот это самое интересное. Ставим галочку «Защищено паролем». И что это означает? Смотрите, если мы нажмем «Опубликовать», и когда стоит у нас галочка «Защищено паролем», то эту запись смогут посмотреть только те посетители сайта, у которых есть этот пароль. Давайте так и сделаем. Оставим галочку «Защищено паролем» и введем какой-нибудь пароль. Пароль можем придумать сами. Например, 2233. И нажмем «Ок». Теперь, еще раз вернусь сюда. Смотрите, есть такой вариант «Публиковать сразу». Да, стоит у нас по умолчанию всегда. Если мы нажимаем, сразу запись публикуется. Можем это тоже изменить. Можем нажать «Изменить» и здесь указать дату и время публикации. И только в эту дату и в это время тогда эта запись сама публикуется без нашего участия. Если мы здесь эти данные поставим. Так, сейчас это делать не будем, а просмотрим нашу запись, которая защищена паролем. Нажимаем «Опубликовать». Запись публикуется. И теперь давайте нажмем «Просмотреть». Спустимся вниз. И вот эта запись, да? Она у нас не показывается, потому что нет контента. Давайте еще добавим контента. «Редактировать запись» нажмем. Добавить медиафайл. Какую-нибудь картинку выберем. Какой-нибудь контент, текст добавим. Нажмем «Обновить». И нажмем «Просмотреть запись». Протянем вниз. Так, опять она показывается. Сейчас, одну минуту. Где-то я допустил ошибку. Так, запись у нас защищена паролем. Изменить. Так, стоит. Окей. Обновить. А, все правильно. Я понял, почему не срабатывает. Смотрите, мы-то являемся администраторами, и мы видим, и мы имеем доступ к этому. А если это сторонний посетитель, то он не увидит это. Давайте это теперь точно проверим. Нажмем «Просмотреть запись», да? И вот мы видим, да? Что она открыта. Копируем эту ссылку. Нажмем «Копировать». И перейдем в другой поисковик-браузер, да? Просто вставим эту ссылку на эту запись. И попробуем ее посмотреть. Да. И вот смотрите. Допустим, это новый посетитель. Он зашел сюда, и он сразу видит название записи, но он не может ее посмотреть, потому что тут написано «Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль». И только когда человек или пользователь, посетитель, ведет этот пароль ваш, который вы ему дадите, тогда он сможет посмотреть эту данную запись. Например, я ввожу пароль 2233 и нажимаю «Отправить». Смотрим, что произошло. Все, теперь эта запись открылась, и он ее может посмотреть. То есть все работает. Теперь давайте вернемся на свой сайт. Нажмем «Редактировать запись». И посмотрим еще дополнительные изменения. Смотрите. Сначала это все сделаем по умолчанию. Поставим галочку «Открыто». Так, защищено паролем. Пароли берем сначала. Поставим галочку «Открыто» и нажмем «Ок». Все, нажмем «Обновить». Смотрите. Также вы еще, как может быть, заметили, появилась такая надпись «Редакции 2». То есть это означает то, сколько раз мы эту запись редактировали, то есть изменяли. Можем нажать «Посмотреть». Просто просмотр будет. Но это не нужно. Далее, смотрите. Мы разобрались. В принципе, вот этими вещами мало кто пользуется. Но иногда записи защищают паролем. А в остальном все используют запись, сразу публикуют ее. Все хотят, чтобы наши записи и наш контент был на сайте и всем доступен. То есть вы можете защищать свои записи, если хотите их показывать определенному какому-то кругу людей. Теперь, смотрите, сделаем еще следующее. Нажав «Вверх», у нас здесь отображены различными галочками то, что у нас будет отображаться вот здесь ниже. Вот «Формат», «Рубрики» и так далее. То есть если мы будем убирать галочки, например, «Формат», уберем галочку, внизу у нас не будут отображаться форматы. То есть мы не сможем убирать формат. И так далее. Вернемся на панель управления своим сайтом. И теперь давайте то же самое посмотрим с записями. Наведем на запись и нажмем «Добавить новую». Смотрите, в принципе, все то же самое. То есть та же панелька и все то же самое. Введем какое-нибудь название. И здесь пропишем что-нибудь. Смотрите, но есть одно отличие. Смотрите, справа есть такой раздел «Атрибуты страниц». Это для того, чтобы создавать такие вот как бы меню. Я показывал вам, как создавать меню именно в меню. Какая будет главная страничка, какая будет дочерняя. То есть вот это у нас главная, а это дочерняя, дочерняя, дочерняя. То есть под ней идут уже. То же самое можно сделать и вот здесь. Просто выбирай главную страницу, а тут дочерняя. И сначала стоит 0, потом надо ставить 1, 2, 3. Это неудобно, это мало видно. Лучше такие страницы, главное меню и вообще такие меню делать именно в разделе меню. Поэтому этого я вам не рекомендую использовать. И просто рекомендую нажать «Настроить» и убрать атрибуты страницы. И все. Чтобы осталось у вас только задать миниатюр. В принципе, со страницами то же самое, что было и с записями. Здесь все так же. Никаких заменений нет. Также все настраивается. Нажимая на настройки, вы выбираете, что вам нужно вынести, что убрать. Я, допустим, не хочу, чтобы у меня здесь внизу были комментарии. И их тоже уберу. Уберу эту галочку. Все, нажимаю «Закрыть». И все, у нас этих комментариев нет здесь. Ничего лишнего нет. Все, все просто и понятно. Нажму «Удалить». Итак, страница удаляется. А сейчас мы продолжим дальнейший обзор. Нажмем на консоль и перейдем уже к подробному обзору всей этой панели управления сайтом. Смотрите. Вот когда мы нажимаем на консоль, собственно, мы попадаем как бы на консоль управления сайтом WordPress. Ну, это все, в принципе, этим и является. Просто тут у нас такое информативное табло. Тут можем нажать на кнопочку «Настроить сайт». И у нас сразу высветится вот такая вот слева колоночка для настройки сайта, с которой мы уже знакомы. Сейчас немножко подождем. Вот такая вот колоночка для настройки сайта. Вернемся назад. Вот если нажмем «Отредактировать главную страницу», мы будем редактировать главную страницу. Можем также тут нажать «Добавить другие страницы». Это то же самое, что вот здесь «Навести» и «Добавить страницу». Вот тут «Добавить запись» – то же самое, что здесь «Навести» и «Добавить запись». «Просмотреть свой сайт» – то же самое, что просто перейти на просмотр своего сайта. Ну, например, нажимаем, и мы просто переходим на просмотр. Вернемся сейчас назад. Далее. «Виджеты», то есть нажмем, попадем в «Виджеты». Ну, и так далее. Это просто такое дополнительное информативное табло. Дальше. Следующее окошко. Тут у нас показывается, что у нас на виду, то есть, что видят наши посетители. То есть, они видят, что 13 записей у нас опубликовано, то есть, они будут видеть наши 13 записей, 17 страниц у нас опубликованы, и каких-то 5 комментариев. Внизу показывается наша активность, то есть, когда и с какими страницами, что мы делали, то есть, время и день и так далее, что мы с ними делали. И указаны комментарии, то есть, это показывается, что произошло. Справа показываются различные новости по WordPress. WordPress – это вот эта вот система управления нашим сайтом и редактирования, и создания. Итак, с этим мы ознакомились. Также, если вам что-то здесь не нужно, чтобы это вас не отвлекало, можно нажать «Настроить», и можно убрать галочки, и какая-то из этих исчезнет. Например, мне не нужны WordPress новости, я, допустим, убираю, и нет WordPress новостей. Ставлю «Появляются WordPress новости». Также, смотрите, справа есть надпись «Помощь». Тоже нажимая, здесь различные статьи, ссылки, которые можно почитать, и перейти, где можно познакомиться, как более профессионально настраивать и управлять своим сайтом. Это «Помощь». В принципе, эта кнопочка «Помощь» существует всегда, везде, вот тут в уголке у нас висит. Итак, поехали дальше. Теперь делаем обзор записей. Не именно одной записи, а нажмем на надпись «Все записи». Смотрите, здесь все то же самое. У нас выводятся все названия наших записей. Это раз. И выводится их здесь определенное количество штук. Сколько штук выводится, мы можем выбрать здесь. Нажимаем «Настроить экран» и выбираем, сколько выводить таких записей. По умолчанию стоит 20 штук. То есть, можем поставить 5, и у нас будет только выводиться тут 5 записей. А потом будут идти цифрыки. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте, например, это сделаем. Поставим, например, 5 записей. И нажмем «Применить». Видите, вот здесь 1, 2, 3, 4, 5. 5 штук выводится. А теперь, если хотим перейти к другим, вот листаем, нажимаем «Т2», «Т3», «Т3» вот здесь вот и так далее. Здесь, я считаю, так мало ставить не надо и оставить 20. Дальше, это то, что вы хотите выводить на этот экран. Также, автор, рубрики, метки, комментарии, дата. В принципе, я здесь ничто не меняю, все оставляю как есть. Самое главное, чем вы будете пользоваться, это удалять страницы и изменять и настраивать их. Как это еще можно делать? Итак, смотрите, как удалять. Вы можете отметить галочками страницы, потом нажать сюда, нажать «Удалить». А потом нажать «Применить». Тогда эти страницы удалятся. Вот те, которые мы отметили. Также мы можем нажать вот тут галочку и выделятся все страницы, да? И тогда выбрать «Удалить» и нажмем «Применить», тогда все они удалятся. Также можем выбрать «Действие изменить». И мы тогда их откроем на изменения. То есть, вот таким образом. Все очень просто. Так. Здесь надо вернуть. Я не вернул. 20. Теперь нажать «Применить». Во. Теперь, смотрите. По поводу изменить, вы знаете. Нажимаем «Изменить», мы сразу переходим к этой странице. Теперь нажмем «Свойства». Свойства. Когда мы открываем свойства, что мы здесь видим? Мы видим название страницы, мы видим ярлык страницы, то есть как бы ссылку. И мы видим, что дата публикации и как бы пароль. Но это ничего не стоит у нас, она открыта. Дальше мы видим, где эта запись, в какой рубрике отображена. То есть, мы можем также проставить, в каких дополнительных рубриках мы хотим видеть эту запись. То есть, не только в блоге новостей, но, допустим, еще в какой-то записи. То есть, в другой какой-то рубрике, да? Ставим галочкой, где мы хотим еще также увидеть. Также, статус мы здесь видим. Утвержен или нет. Нажимая «Обновить», мы сохраняем данные изменены и настройки. Так, нажмем «Обновить». И смотрите, также есть красная надпись «Удалить». Нажав «Удалить», вы ее удалите, эту запись. Еще есть надпись, такая кнопочка «Фильтры». То есть, мы можем фильтровать записи по названиям и так далее. Вот эти вещи, как метки и другие, можно выводить, можно нет. Я, как правило, на это внимания не обращаю и считаю, вам этим не стоит тоже заниматься. Итак, по записям ясно, поехали дальше. То есть, смотрите, фильтр, давайте еще раз к фильтру вернемся, это полезная штука. Мы можем выводить сюда записи по датам, выбираем все даты, или июль, или сентябрь, да. Мы можем выводить записи по рубрикам, по определенным, допустим, хотим, посмотреть записи в рубрике «Блок новостей». Нажимаем на нее и нажимаем фильтр. И у нас тут отобразятся записи только те, которые находятся в рубрике «Блок новостей». Или выбираем какую-то другую рубрику. Вот эта вещь полезная. Итак, ну, теперь уверен, что точно мы с этим всем записям закончили. Идем в дальнейший обзор. Так, записи, добавить новые, вы знаете. Рубрики. Нажмем на рубрики. Рубрики, смотрите, в принципе, что такое рубрики, я вам объяснял. Но еще раз напомню, это то место, куда мы сохраняем и публикуем наши записи. То есть, где мы раскладываем наши записи по различным тематикам. Вот есть рубрика «Звезды Феррари», есть рубрика «Вождение Феррари». И в каждой этой рубрике есть на данную тему записи. Когда рубрики создаются, задается шаблон, что есть рубрика «Главная», а есть рубрика «Дочерняя». То есть, если стоит родительской рубрики «Нет», то есть нет главной рубрики, тогда каждая рубрика у вас будет главной. В принципе, здесь все. Дальше идем. «Медиафайлы». Нажимаем «Медиафайлы». Смотрите, по «Медиафайлам» также есть надпись «Помощь», где можно более подробно ознакомиться. Теперь, смотрите, можем перемещая, вот тут нажимая кнопочки, менять вид, как у нас будет отображаться. Нажмем, допустим, «Списком». Будет «Медиафайл» отображаться вот таким вот списочком. Тоже, в принципе, приятно и информативно. Дальше, смотрите, можем здесь выбирать изображения, которые такие, и изображения неприкрепленные. То есть, можем выбирать. Можем выбирать по дате. Тоже очень удобно. Фильтр, то есть, поиск. И также можем добавлять новый медиафайл, новую картинку. Так, здесь понятно добавить медиафайл, просто добавляем новую картинку. И все, теперь идем ниже. Нажмем «Все страницы». Страницы или все страницы, то же самое. И посмотрим, что здесь. В принципе, все то же самое, как и настраивать, изменять записи. То есть, также есть свойства. И также можно настраивать. Но опять же, у страниц есть такая вещь, где мы можем задавать главную страницу, а где и дочернюю. То есть, если будет главная, то есть под ней странички. Это для меню. То есть, тут это можно настраивать. Также название и так далее. В принципе, можем ставить или убирать галочку. Это мы убираем комментарии на WordPress. Нажмем «Обновить». Все так же, как и в записях здесь, со страницами. Итак, нажимаем «Комментарии». Сейчас будем обзор комментариев. Смотрите. Тут у вас отображаются различные комментарии, которые к вам приходят. В принципе, если вы хотите работать с комментариями, лучше поставить плагин «Дискус» и на сайте «Дискус» там эти комментарии удалять, редактировать, отвечать на них и так далее. Можно это сделать тоже здесь. То есть, тут отображаются комментарии. Я комментариями практически не занимаюсь. Я почитал, ответил человеку и все. А в основном я просто все выделяю и удаляю эти комментарии. Какие, допустим, мне не нравятся, я их удаляю. Какие нравятся, я оставляю их на сайте. Просто выбираем, что мы хотим удалить и удаляем. То есть, удалить, одобрить, отклонить и так далее. Поймите, как спам. Все очень просто. Выбираем и нажимаем «Применить». Итак, теперь пойдем дальше. Внешний вид. Вот здесь самое интересное. Смотрите, когда мы нажимаем «Вишний вид» или когда мы нажимаем «Темы», у нас открываются темы. В самом начале мы установили тему «Inception». И это тема нашего сайта. То есть, это вот такая вот колонка, да, это вот такой вот формат. То есть, здесь картинка, здесь такое меню в этом положении, да. Это вот, в общем, наша вся тема такая. Смотрите, эту тему, эту тему вы можете поменять. Как? Вы можете выбрать из этих тем, которые у вас есть уже, да. А можете нажать «Добавить новую». И среди огромного количества тем, огромного количества тем, огромного количества тем, нажать кнопочку «Сначала просмотр описания». И вот тут будет отображено, как она выглядит, да. А потом кнопочку «Установить». Сейчас я это закрою. Либо сразу, если вам какая-то тема нравится дизайном, да, как это все расположено, блоки и так далее. Просто нажимаем кнопку «Установить» и ваша тема устанавливается на ваш сайт. И вот этой темы, которая у вас была раньше, она просто сдвигается и ставится та, которую вы хотите. То есть, ну давайте я вам это продемонстрирую. Допустим, нажимаем «Добавить новую» и выберем какую-нибудь другую тему. Чисто для примера. Например, вот эту. Нажму «Установить». Я это показываю для того, чтобы вы понимали, что вы сами можете выбрать дизайн своего сайта и полностью его сделать таким, каким вам нравится. Не обязательно тот шаблон, который мы поставили именно с самого начала. Все, когда нажали кнопочку «Установить», у нас появляется такая надпись. Нажимаем «Активировать». Все, тема активирована. То есть, теперь у нас вот стоит эта тема. И надпись написана «Активно тема Кунграндиан». Теперь давайте перейдем на наш сайт и обновим страничку. И видите, как все отображается. Почему это так? Это не значит, что тема плохая. Это значит, что я тоже надо начинать заново настраивать. Просто начинать настраивать. Сначала. Ну или не сначала, а просто менять и настраивать. Отображается таким образом, потому что у нас здесь определенное меню и так далее. А именно поэтому тема выбирается с самого начала. Чтобы она выбралась, один раз настроилась и больше не менялась. Поэтому в будущем к выборе темы, да, темы сайта, подходите тщательно. И это как бы один из главных вопросов. Давайте вернемся на наши темы. Нажмем «Темы» и выберем нашу ту тему, которая стояла раньше. Вот это то, что я делал. Вам не обязательно повторять. Просто вернем и активируем ту тему, которая была раньше. Вот она есть. «Инцепти» нажимаем «Активировать». Кстати, когда темы переключаются, да, вот когда мы часто переключаем с одной темы на другую, могут возникнуть какие-то ошибки. Поэтому нежелательно постоянно эти темы менять, потому что иногда возникают какие-то ошибки. Теперь вернемся на наш сайт и обновим страницу. Все. И все. Вернулась наша тема, какая она была и ту, которую мы настраивали. Итак, продолжим. С темами ясно. То есть нажимаем «Добавить новую». Выбираем тему, которая нам нравится. Их очень много. Их как бы очень много. Нажимаем «Популярные». И вот в разделе «Популярные» их очень много. И в разделе «Свежие». И здесь листаем, листаем, листаем различные дизайны темы, различные сайты, интернет-магазины, блоги, фото-блоги, журналы и так далее. Очень много различных вариантов сайтов тем. Выбираете, нажимаете «Установить», нажимаете «Активировать», а потом настраиваете ее. Таким же образом, примерно, как я настраивал и эту тему. Они все подобны, все примерно похожи. Только в некоторых местах могут иметь небольшое отличие. Итак, нажмем на «Темы». Все у нас стоит «Активно». Наша тема, которую мы выбирали с самого начала «Inception». Все нормально. И теперь идем дальше. Ну, настроить вы знаете, что такое. Мы попадем на такую боковую панель настроек. Виджеты вы тоже знаете. Меню тоже знаете. Заголовок. Фон тоже знаете. Редактор. Смотрите, нажмем на надпись «Редактор». Смотрите, вот здесь. Пока вы не совсем опытны, да, если вдруг вы неопытны в кодах и в HTML, в этих всяких CSS, то лучше ничего здесь не менять. Потому что здесь просто можно удалить какую-нибудь закорюшечку, да, какую-нибудь фразу или слово-боковку, и у вас сайт полностью может перестать работать. Поэтому вот сюда, в редактор, лучше самостоятельно, пока не заходить, пока постепенно, постепенно не начнет с этим разбираться. Конечно, здесь также можно всему научиться и вносить изменения уже внутри кода сайта, и тогда у вас эти изменения будут проявляться. Но это делать нужно очень осторожно. Сначала узнать, как это сделать, посмотреть видео, а потом это сделать. Вот, это редактор. Здесь можно редактировать весь наш сайт путем редактирования внутреннего кода нашего сайта. Это мы касаться не будем, и это вам не нужно. И этим я сам практически мало занимаюсь, потому что зачем усложнять жизнь, когда можно сделать очень просто через плагин, установить какой-то плагин любой, который даст нам ту функцию, которая нам нужна. И не нужно лезть в этот код сайта. Итак, поехали дальше. Вот, собственно, плагин. Нажимаем на плагины. И теперь следующий обзор. Мы говорили, что можем добавить новый плагин, и мы загрузим его с WordPress, да? Там, где хранятся все плагины. Вот. Пишем название и загружаем. Вот. Либо можем также переключаться в популярные плагины, какие вот рекомендует нам сам WordPress. WordPress, рекомендуемый и так далее, любимый. Вот. И также можем загрузить плагин. В общем, по плагинам, сейчас скажу кратко, что это просто расширение функционала для нашего сайта. Как вы заметили, мы с помощью плагина всегда ставим какую-то новую функцию, новую возможность у нас в сайт. В общем, пишите по-английски название плагина, и у вас он выдаст этот плагин. Например, я напишу здесь сейчас YouTube для того, чтобы вам продемонстрировать. Допустим, я пишу YouTube и нажимаю Enter. Просто по-английски. И вот он мне выдаст. Выдает плагины по YouTube. Какие бывают плагины по YouTube? Естественно, тут все на английском, но если вы пользуетесь брайзером Google Chrome, нажимая правой кнопкой мыши, нажимая перевести, это все будет переводить. И далее вы читаете, для чего это нужно. Далее вы можете подробнее ознакомиться, нажать надпись детали, и здесь уже тоже почитать, о чем это и для чего этот плагин, как он работает, посмотреть скриншоты, что он меняет, что он дает вашему сайту и так далее. Вот. Все очень просто. Ну, как правило, плагин, допустим, YouTube какой-то, он связан с работой с видео и так далее. Итак, поехали дальше. Нажимаю на надпись «Пользователи». Пользователи – это вы, то есть вы сейчас здесь один пользователь. Можно добавить еще несколько пользователей, которые смогут также редактировать ваш сайт, то есть не только вы. В принципе, вы можете добавить пользователя, просто поделившись своим паролем и логином, а можно добавить пользователя и дать ему ограничения какие-то. Допустим, он может только выводить какие-то записи, да? Но это уже для более продвинутых. Если это интересно, вы можете с этим сами ознакомиться, почитать в интернете или на YouTube. Далее. Инструменты. Нажимаем «Инструменты». Здесь, смотрите. Здесь инструменты для того, чтобы импортировать или экспортировать какие-то данные, да? Вот. Тоже этого касаться сейчас не будем, потому что это практически малоприменимо. Дальше. Нажимаем «Настройки». Сразу у нас отпрыглась надпись «Общий», то есть на «Общих» мы сейчас находимся. Смотрите. Ну, также, когда мы раньше прописывали название нашего сайта, она здесь отображается. Ниже и краткое описание нашего сайта. Ниже здесь у нас должно быть две ссылки, то есть главные ссылки, адрес входа на наш сайт. Тут почта. Ну, все как стандартно там, да? Роль нового пользователя должно быть лучше подписчик. То есть, если вы поставите какой-то другой, да, вариант, допустим, администратор, то новый пользователь будет администратором и сможет какие-то вносить изменения. Поэтому оставляйте подписчик, как есть. Тут выбирайте «Часовой пояс». По умолчанию, как правило, стоит правильно. Дата. Отображение варианта времени. То есть, как правило, здесь все уже изначально всегда стоит правильно. Дальше. Нажимаем на написание. Написание – это то же самое, как мы раньше выбирали. Помните, мы выбирали, что у нас будет, да? Основная рубрика – это у нас блок новостей. Также мы можем выбрать основную рубрику, какую-то другую рубрику. Не блок новостей, а какая-то другая рубрика. Тоже можем где-то здесь поменять. Можем это поменять именно вот здесь, в настрой. То есть, мы это можем менять в этой панели. Сейчас она откроется. Вот здесь менять. Навигация там и так далее. Либо мы можем это менять здесь. Формат записи стандартный, как правило. Здесь данные почтовой сервера. Но, как правило, это вам сейчас не нужно. Дальше. Чтение. Чтение. Вот тут, собственно, тоже важный момент. Главная страница. Выбираем, какая наша страница будет главной. Мы выбрали, что наша главная страница будет «Ламборджини». То есть… Сейчас откроем вкладку. То есть, вот эта является наша главная страница. Смотрите, главной страницей мы можем сделать совершенно любую страницу. И эту, и эту, и эту. И любую другую страницу там, да? Вот. Можем сделать главной. Так. Страница с записями. Та страница, где будут выводиться все наши записи. Тоже указана. И тоже можем это здесь поменять или оставить. И число записей, выводящиеся на страницу эту. У нас указано 5. Можно сделать больше, можно ставить меньше. Я рекомендую не так много. Дальше идем. Обсуждение. Обсуждение – это, собственно, комментарии. Смотрите, если вы пользуетесь комментариями WordPress, тогда вам нужны эти все настройки. Я не рекомендую WordPress комментариями пользоваться, потому что они неудобны. И рекомендую установить другие комментарии, как я показывал в предыдущем видео. А здесь галочку «Умрать». Тут я объяснять не буду, потому что это стандартные комментарии неудобны. Дальше идем. Медиафайлы. Медиафайл, как я говорил, при загрузке любой картинки на наш сайт, в библиотеку, либо на страницу, ну, куда угодно попадает картинка. Вот она всегда сначала загружается в библиотеку, а потом уже мы ставим ее куда-то еще. Вы изначально можете задать следующее. В какие размеры именно WordPress будет обрезать наши и формировать наши картинки. То есть, по умолчанию, когда картинка загружается в библиотеку, в медиафайлах, да, она делается в трех вариантах. Миниатюра 150 на 150, средний размер и максимальный размер. Эти значения можно менять для того, чтобы каждый раз вам самим в будущем на записях и страницах не настраивать эту картинку, не перетаскивать больше или меньше, а чтобы она сразу была такой, какая вам необходима. Дальше идут. Постоянные ссылки. Постоянные ссылки. Все, что нужно было вам раньше сделать, это вот здесь поставить название записи. Ну и, в принципе, обзор нашего сайта, нашей панели управления закончен. На этом все, что я хотел вам сказать. С вами был Джиллав. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok